всем привет в этом видео я хотела бы показать несколько точнее 3 китайские вещички небольшие которыми я пользуюсь на данный момент которые я заказывала с китаем первое что хочу вам рассказать о чем хочу вам рассказать что хочу вам показать это такие вот лезвия для женского станка бритвы от жилет я сначала что-то там их заказала потом читала где-то в интернете что такие достаточно плохие отзывы на них что они не бреют в отличие естественно от оригинальных лезвий жилет но эти стоят получается вообще там что-то недорого я уже даже не помню сколько то ли 80 или 60 рублей такая штучка получается продаются они по 8 ну в общем вот такая вот бритве они идеально подходят я недавно заменилась на своем станке с оригинального на китайские китайские лезвия и в принципе по моим первым ощущениям так они бреют не хуже а также отлично и не знаю поэтому что говорят разница приглядывалась я приглядывалась разница только в том что вот здесь вот эти вот три бритовки они расположены под более в общем там в оригинальном они под более острым углом расположены а здесь поле получается чуть-чуть тупее угол расположение потому что здесь они так в эту сторону смотрят там вообще практически ровно вот больше никаких разниц я не заметила с оригинальными лезвиями второй продукт которым я на данный момент пользуюсь это вот такая вот кисточка тоже с китайского сайта алиэкспресс она была приобретена и вы наверное даже видели ее в распаковках если смотрите мой канал что я могу сейчас по ней сказать у нее очень мягкий мех в общем я забыла как это называется в общем она очень мягкая пушистенькая такая очень приятно ей пользоваться очень плотная по своей текстуре тут очень много волосинок они не выпадают я даже мыло ее уже один раз я помыла три раза намыливала при этом мылом она с ним не ничего не случилось ни одна волосиночка не вылезла из нее но только что вот у нее стала ручка отходить вот так вот отваливаться на это в принципе не проблема я ее обратно вставляю накручиваю и все отлично но мне кажется она больше подойдет вот эта кисточка для жидкого крема более плотный такой твердый по текстуре не будет разносить сложнее я у меня вот такой вот биби крем материал и его очень хорошо даже очень прекрасная кисточка разно сейчас я вам покажу вообще супер просто вот чуть-чуть крема и сейчас где-нибудь мы намажем и вот так вот таким вот образом и там вы маме себе наличка наносите на любое место на любое место себе наносите видите все хорошо распределяется очень быстро я до этого пользовалась руками а не кисточкой и в принципе одно и то же получается по времени даже руками нужно дольше пока есть нанесешь пока везде 1 1 1 1 1 1 1 1 а кисточкой получается очень быстро только что когда ее мыло я заметила что очень много крема остается в ней самой вот это наверное не такой единственный недостаток что им прям три раз нам вылевала первый раз вообще с нее стекала такая бежеватого коричневатая водичка потом стала полученного даже сейчас я один раз пользовалась после мытья и тут уже какие-то такие остаточки маленькие есть можно прям красить это теперь кисточкой сразу но в общем то мне она нравится тем более что заказываю и по акции за три доллара всего отличные отлично выглядит отлично все делает замечательная кисточка будет пользоваться дальше и вам в принципе если вы хотите то рекомендую тоже и приобрести если вы ищете такую кисточку конечно и третья вещь о которой я хочу вам сегодня рассказать это такие штучка для бровей высчитывать брови как называется что-то еще не все зубы на все слова на свете сегодня забыла рейс федер свой я куда-то потеряла и вспомнила что мне лежит китайский и решила его использовать это такая интересная вещь вот такой вот фонариком внутри здесь вот кнопочка которая нажимаете и фонарик это включается в принципе дал задумка такая удобная здесь еще удобная в общем ладно не по-русски сегодня говорю здесь вот еще три маленькие батареечки в комплекте прилагаются когда имеется ввиду что когда у вас тут закончится батарейки вы тут все раскрутите и вставите новые в этот фонарик сам он выполнен так хорошо этот рейс федер но что для меня стало минусом то что вот эти вот кончики очень острые и когда вы берете хотите защипнуть там какую-то волосинку во первых очень страшно боитесь уколоться этим вообще обрезаться можно сказать и когда вот пытаетесь ее щипать то получается так что она у вас как будто вы срезается или сбривается но не выщипывается естественно из-за этого растет все намного быстрее потом снова вырастает отрастает еще длиннее и красивее его ну вот а так и в принципе можно пользоваться но это не очень удобно получается потому что он все там состригает и половину состригает половину вы щипните но при тем как выщипнуть нужно еще там десять раз как-то ее поймать зажать удобно чтобы не застригнуть ее при этом не обстричь и аккуратно как-то выщипнуть не поранив себе тут вот кожу вот в принципе задумка у китайцев конечно на пятерочку носом сама эта штучка не знаю прямо я потеряла свою и вот теперь приходится переживать это время вот с этой штучкой пока ну ладно что делать буду пользоваться ей может быть потом можно как-то приловчиться к ней и все будет получаться вообще ладно но на этом это видео я заканчиваю надеюсь вам было напознавательно понравилось и что-то вам поможет из этого видео вот на этом все пока пока до новых встреч до новых видео